в этот раз меня должно быть замечательно слышно 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 всем привет сегодня мы будем заниматься следующей темой по разбору вопросов о о боге и о его существовании так георгий скажите георгий меня слышно котелянский здрасте а во первых во первых слышно ли меня а во вторых нету ли вот по бокам таких я просто их не вижу розовых вот этих в общем не белых кусков 10 10 бомба бомба значит хорошо мы с вами за ним в общем в начале этого курса мы задали вопрос вопрос такой чем отлич почему почему я должен в принципе придерживаться того что есть бог и на каких основаниях я это утверждаю если у меня нет мне нечем это обосновать то я могу в принципе верить абсолютно во что угодно и нету преимущества атеизма или теизма или какой-либо одной религии на другой или почему я должен выбирать что-то из них определенные какие у этого есть обоснования это в принципе было нашей грандиозной задачей которые мы ставили в начале вот мы продолжаем мы занимались доказательствами пока что еще не торы а просто бога еще вообще в отрыве пока что от какой-то конкретной инструкции потом мы займемся тем почему должна быть из этого следует инструкция так вот теперь вопрос значит мы рассказали про доказательства о боге из причины следствий что обязана быть первая причина у нее не должно быть начало из сложности то есть что любая упорядоченная система должна иметь упорядочивающего и что ничто не упорядочивается само вот это что сложность она является доказательством того что кто-то это кто-то это тело упорядочил и все чем сложнее вещь чем выше ее цель и сами мы эту цель понять не можем мы говорили тоже о вчера мы говорили о доказательстве из морали да и то что как бы единственный в итоге пути и и получить это откуда-то сверху до в случае то есть в принципе она и и не может быть если есть только материальный мир то говорить не о чем если все детерминированно к этому к вчерашнему можно добавить что получается мы просто ну если я робот то есть если я химия и биология и электричество то получается я вчера видел видео как разговаривал там один человек с этим с роботом новым которого сделали она там шутки отмачивает очень остроумная значит очень и очень в общем очень то есть с ней наверное разговаривать интереснее чем чем с некоторыми людьми уж точно и то есть но как бы это все прописанная программа она тонко реагирует какие-то асту реально остроумный очень очень интересно значит но это все просто прописанная программа то есть там нету чувств нету выбора нету морали нету хорошо и плохо это просто алгоритм если человек такой же просто замороченный алгоритм то в общем то все это смысла не имеет все что мы себе хорошо плохо или что-то постараюсь и смогу или что-то не смогу добро и зло вот эти все истории про героев что кто-то молодец там авраам он что-то там преодолел никто ничего не преодолел все действовали просто как были вынуждены действовать и но в таком мире смысла жить нету плюс мы так его не испытываем это точно мы говорили вчера и наконец сегодня такое странное вы видите наверное название да из выгоды и то что то есть мы перейдем у нас будут еще доказательства такие намного более четкие но это доказательство которое будет сегодня она такое уникальное универсальное я бы сказал состоит она в следующем в общем идея такая только надо не пугаться сначала значит идея начальная сейчас мы ее объясним и все будет в итоге красиво и понятненько значит в бога верить что необходимо и более того это выгодно можно так сказать и это то что нужно выбрать значит это предположение такое теперь на чем она базируется ну давайте посмотрим значит есть два варианта как человек да всем шалом всем привет всех очень рад видеть всем привет кто меня не знает и здесь я думаю много новых людей я в последнее время бывал не очень часто меня зовут айтан и трансляции в 10 ведет либо исхак либо я вот значит какие есть расклады жизни расклад жизни не если ты не придерживаешься вот этого божественного расклада да что есть кроме материальности есть что-то еще вне нее то что ее устраивает обуславливает тогда расклад такой получается что что человеку нужно сделать в при этом раскладе при материалистическом таком у тебя есть ограниченное количество времени так от момента рождения до момента смерти и за этот период времени что ты должен сделать ты должен получить максимум наслаждения убежать от максимума страданий так получается ну то есть это очень очень простая схема то есть в принципе в данном случае в материалистическом прожить жизнь хорошо значит получить ну от этой жизни максимум что было максимально прикольно и приятненько и ну избежать максимума каких-то болей страданий и то есть вот это как бы будет целью в принципе это это единственная цель жизни которая может быть при таком не цель даже это как бы вы ну то есть больше нечего делать значит так то есть это получается в итоге ограниченное количество наслаждений теперь это количество наслаждений она тоже такое doubtful под сомнением это количество наслаждений потому что сейчас цивилизация дошла до то есть 2000 там девятнадцатый год это год самый экономический и в общем по всем параметрам там девятнадцатый год например он самый крутой в в истории человечества то есть по в плане достижений в плане количества бедных там по за последние десять лет сократилось количество вот этих людей которым нечего есть там в общем есть статистика в огромное количество раз и кубин то себе здрасте вот то есть теперь и ты должен в общем за вот это количество за свою жизнь до получить максимальное максимальное количество количество наслаждений и то есть это то что это одна чаша весов это ставим на одну чашу весов если у нас расклад такой мы мать материалистический теперь что говорит нам тора и какой второй расклад тора говорит нам в при ну в принципе то есть религиозный подход он говорит о том что этот мир этот мир он просто жизнью и смертью не кончается и обещает нам что-то намного больше намного больше намного больше наслаждений да то есть если так ты да то есть к чему я говорил про годы что этот год он был такой наша цивилизация нам сейчас обеспечила уровень жизни совсем другой то есть я сейчас не боюсь что мне в двери кто-то ворвется там начнет стрелять воровать там игра убивать там наших женщин и детей то есть мы сегодня защищены и живем дольше чем чем было сто лет назад а сто лет назад 150 люди там сколько это в общем бы среднее как люди жили это было на доллар меньше чем на доллар в день в сегодняшнем пересчете на сегодняшние доллары ну то есть жесть была теперь это вот эти наслаждения которые ты можешь при этом подходе получить они достаточно сомнительны потому что кто-то бывает что умрет в еще в детском возрасте у кого-то жизнь полна депрессии и страданий каких-то ужасных вещей то есть во первых во первых при этом подходе ты получаешь только ограниченное количество наслаждений во вторых вопрос получишь ли ты их потому что даже в сегодняшней ситуации у нас больше наслаждений или страданий плюс что вот эта вся защищенная такая цивилизация она при этом породила громадный кризис смысла да и откуда появилась там логотерапия франкла например то есть это все в общем то и показатели в science of well-being то есть то как люди себя чувствуют в америке эти показатели с 60-х годов до сегодняшнего момента они упали заметно то есть люди стали от всего от всех этих наворотов технологий и это и и всего прочего они стали наоборот несчастнее в итоге да то есть в общем сомнительное такое наслаждение при этом подходе оно ограниченное и вопрос есть ли оно вообще теперь при втором раскладе давайте сразу покажу картиночку в принципе наша сегодняшняя тема она вот она вот вот такая да видно вот так значит видите да это весы такие но тут я сейчас сейчас я покажу другую картиночку вот так например можно вот весы такие и с одной стороны лежит очень много гири с другой стороны с другой стороны 1 гири то есть вот такие вот весы на той чаше весов одна гирька на другой чаше весов очень много гири теперь о чем говорит нам подход такой божественный о том что ты это не тело вне тела есть твое сознание твоя душа значит когда этот тело как говорит ицхак биоскафандр он свое доживает ну то что что отваливается биоскафандр а то что вот это вот сознание как бы прошивка да то есть то что ты создал за свою жизнь твое осознание твое твой уровень и твое я они не вплетены они не вкреплены в тело на сто процентов и это то что остается и продолжает свою жизнь только уже без телесных ограничений и в итоге мы получаем что бесконечное наслаждение при условии если ты вот эту жизнь пока твое твое сознание было в этом скафандре ты ее жил правильно исправлял себя работал над собой работал по каким-то правилам и в общем жил это все дело как-то осмысленно теперь что нам этот подход о чем он нам говорит он нам говорит при любых раскладах о том что наслаждение в итоге будет какое бесконечно то есть получается что на одной чаше весов у нас гирька которая причем под вопросом есть ли она то есть можно как бы обходить все бары все стриптиз клубы в мире и при этом быть все равно глубоко несчастным да там получая вот эти наслаждения которые дает нам этот мир и на другой чаше весов у нас есть что бесконечность теперь нужно ввести второй фактор теперь начинается самое интересное теперь есть как бы такая идея да допустим мы говорим это сейчас вот на человека вообще который далек о то есть вообще это почему человек который глубокий такой материале и все равно должен выбрать или такую божественную систему это очень интересные доказательства и если у тебя цель до получить максимум наслаждений то во первых их намного больше здесь во вторых теперь что допустим атеист может сказать да но кто сказал что это это маловероятно да что вот эта вот история она правда теперь получается что это получается как вот на этой картинке в общем и был такой я смотрел дебаты там есть сейчас четыре самых известных таких агрессивных активных атеиста такие то есть не не люди которые там еще ищут истину как правильно как неправильно они именно стоят на позициях то что это варварская дичь которая значит в общем мы все это уже мы уже цивилизованные нормальные люди мы все это прошли и они двигают в общем активно они такие как религиозные атеисты да я бы так сказал они активисты такие вот я смотрела дебаты одного такого человека так он как ученый все равно ни про что не может сказать что вероятность этой вещи это 0 процентов то есть у него ему задали вопрос сколько вы даете процентов на то что вот эти авраамические религии это это истина да что это может быть правдой он дал что ты он дал меньше десяти процентов и 422 proцента но то есть какой-то процент там был теперь здесь начинается самая интересная что такое 0 2 процента это вот на этом графике будет на этом графике это получать вот этот вот эта часть оно поменьше до то есть вот это будет это от этого это там 20 например да грубо говоря допустим у человек дает 20 процентов на то что не знаю, типа бог есть, бога нет, ну 20% я даю, допустим, или дает он даже 5%. Что получается? Получается, что, а теперь мы взвешиваем, получается, что сколько бы процентов у тебя ни было, если там есть хоть 0,1, никто не может сказать, что это неправда и что это не так. Если там есть хоть 0,1%, в любом случае бесконечность перевесит ограниченность. Теперь, это позитивная часть, в плане наслаждений. То есть, в наслаждениях, если ты выбираешь материалистическую часть, ты получаешь количество наслаждений ограниченное, которое под вопросом, в общем-то, да, если ты их получишь, если материальные наслаждения, они вообще сильно наполняют. Потому что мы все знаем, что работает гидоническая адаптация, и все это очень коротковременно, в принципе. Теперь, если ты ставишь на вторую часть, то, а, ты можешь, жизнь, я совершенно не могу сказать, что жизнь человека, который живет с Богом, она при жизни, то, что этот человек при жизни имеет меньше наслаждений. То есть, есть какие-то определенные ограничения в плане, в плане, там, кашрута, но это все самодисциплина. И, конечно, если ты недисциплинирован, ты не можешь быть свободным, потому что ты все время под своими, ты порабощен своим импульсом, и это главная тема Песоха. И то, что эти люди там живут как-то несчастнее, то, что эти ограничения делают им плохо, мне кажется, они делают только хорошо. То есть, есть какие-то там вещи, да, там, ограничения в какой-то семейной жизни, то, что там по полторы недели муж и жена не прикасаются друг к другу, так это только работает тоже в плюс на обновление. Там, то, что где-то что-то нельзя съесть, ну, да, это, конечно, тяжелая проблема, но, как бы, мне на долгосрочную дисциплину дороже в миллиарды раз, чем съесть что-то одноразово. Ну, и так дальше, можно все месводы разобрать, да, что очень сложно найти что-то, что делает человеку там как-то невероятно тяжело-плохо, и это плюс ты живешь жизнь осмысленную, наполненную, идущую к чему-то высокому, великому и бесконечному. Теперь, получается, что здесь ты имеешь только ограниченную вот эту жизнь, здесь ты имеешь тоже вот эту ограниченную жизнь, и вообще не факт, что она хуже, чем вот у этого человека, а может быть и лучше, даже сама жизнь. Но плюс к этому ты имеешь бесконечное наслаждение, ну, то есть то, о чем мы говорим, что после смерти твое сознание остается, и, в принципе, цель всего – это дать человеку бесконечное наслаждение. Теперь он говорит, там, процентов мало, бесконечность все равно всегда пересилит ограниченную. Теперь, если уйти в сторону… То есть это как выиграть джекпот, да, для такого человека, который в это не очень… Теперь у меня как бы подтверждение и доказательство обоснований того, что вероятность вот этого, она очень большая, это правильнее, у меня-то как бы вот этот рычаг, он намного больше, то есть я точно должен ставить сюда. Даже у того человека, у которого он маленький, все равно вот это выгоднее. Теперь, если пойти в обратную сторону, да, и говорить про страдания и про проблемы, если ты вдруг ошибся, если ты вдруг ошибся с чем… Ну, допустим, ты думал, что ты решил, что нужно прожить жизнь как нормальный такой материалист и ни в чем себе не отказывать, и оказалось, что… И оказалось, что Бог таки есть. То капец. То есть, получается, если ты выигрываешь, то выигрываешь ты что-то ограниченное. Но если ты вдруг ошибся, то получается все, что тебе дали, все, что ты прожил, и все, что было, ты, ну, ты, за это будут адские муки, муки гейнома, да, и из тебя все это будут выжигать различными, не самыми приятными методиками. То есть, ты получаешь ограниченное наслаждение и безумное количество, если ты вдруг ошибся, то… Причем сомнительное. И безумное количество ты потом выгребаешь проблем. Теперь, если вдруг ты оказался человеком, так вышло, что ты прожил человеком религиозным и ошибся, то что? То ты прожил, в принципе, жизнь достаточно прикольно, осмысленно, и ты прожил по самым высоким ценностям, которые были в истории человечества, ну, там, в случае иудаизма, ты прожил по ценностям самого древнего народа, который протащил свои ценности через поколения, и они высокие, и они дали начало всей, то есть, чуде… как это, иудео-христианская, да, культура, культура, она дала начало всей вообще, всем цивилизациям и всем аксиомам, на которых построены сегодняшнее общество и сегодняшние правовые системы. И, то есть, получается, ты проживаешь и саму жизнь осмысленно, и, ну, ты ошибся, ты, может быть, не получаешь, да, там, то, что после этой жизни, но теперь, если ты вдруг, это оказалось правильно, то ты получаешь и это, и бесконечность. Если ты вдруг ошибся, то ты просто прикольно прожил жизнь, осмысленно. Теперь, если ты ошибся с этой стороны, выбрав материализм, если ты оказался прав, то ты получаешь ограниченное количество наслаждений, а не бесконечное, и если ты оказался неправ, то ты получаешь, то ты бесконечно потом выгребаешь. Вот такие вот весы. В общем, эта тема очень интересная, и получается, что какой бы процент, то есть, даже, получается, у всех там есть какие-то сомнения, даже если сомнения сильные и божественная, так сказать, сторона у человека вдруг, он не слышал наши предыдущие лекции и тому подобное, все равно он, получается, на уровне действий и на уровне того, на что человек, ну, делает ставку, то есть, люди же всегда хотят выиграть что? Джекпот. Так вот, для человека, даже у которого вероятность этого маленькая, это как поставить на джекпот, потому что неинтересно иметь большую вероятность выиграть там один доллар, если у тебя есть возможность на миллиард. И это будет всегда перевешивать, потому что тут не просто миллиард, тут бесконечность. Если ты ошибся, то ты выгребаешь по полной. Вот, это такие простые очень весы, очень понятная тема, почему это то, что нужно, потому что, почему это то, что нужно выбрать. Потому что, поставив на такую материалистическую систему, ты просто живешь всю жизнь в чьих-то интерпретациях, в каких-то социальных движениях, в том, в субъективном мире, на который, в принципе, нельзя поставить, а это та система, это единственное, что, в принципе, в теории может претендовать на объективность, истину и правду. То есть, даже если ты сомневаешься и вообще не знаешь, и вообще не уверен, это все равно то, на что ты должен поставить, то, что намного интереснее. То есть, получается, этот аргумент, он как бы работает, даже когда нет никаких других аргументов, никаких других доказательств, даже если там это вдруг для кого-то выглядит как бред, это все равно то, что интереснее с точки зрения чистого материалиста. Вот как бы в чем прикол, в чем интерес вот этого доказательства. Да, то есть, понятно, что оно получается такое эгоистичное достаточно, и, в принципе, оно как бы, скажем так, оно нижнее такое, да, я бы так сказал. То есть, это может быть точка отсчета. То есть, служить Богу из-за того, что тебе это выгодно, так вообще, ну, то есть, человек должен стремиться к тому, чтобы быть искренним и чтобы делать вещи, которые действительно имеют значение, а не из личной выгоды. Но чем интересно это доказательство, что оно показывает, что как бы кем бы ты ни был, на какой бы позиции ты ни был, что все равно это то, что ты должен выбрать, даже исходя из чисто материалистических соображений, потому что вот эта бесконечность, а тут как бы гирь всегда будет бесконечное количество, да, с этой стороны. Поскольку гирь будет всегда бесконечное количество, так эта часть весов, она всегда будет перевешивать. Какой бы маленький процент, какой бы маленький вот этот процент, ты не ставил на то, что это вероятно, это всегда перевесит. Большое всем спасибо за внимание. Это наша сегодняшняя тема. Такие вот весы, и мы узнали о том, на что в любом случае необходимо поставить, даже с точки зрения вообще прожженного материалиста такого. Так, чуть-чуть почитаю, что вы мне здесь писали. Жизнь, чтобы не было. Мучительно больно за бесстельные прошлые годы. Да, да, это то, к чему я говорил, что как бы это только начальное, может быть, рассуждение, но оно очень хорошее. Про это есть что-то в книгах, про то, что наши родители лучше нас. Есть такая идея, да, про это написано, есть такая идея про Еридат Адарот, спуск поколений, но это отдельная большая тема. В каких конкретно книгах, я вот так прямо сейчас не скажу. Больше всего про это, мне кажется, говорил Аризель, про эту идею спуска поколений. Все, всем большое спасибо. Я надеюсь, тема была понятна. Тема хорошая, классная. И, в принципе, что здесь интересно, то, что это доказательство, оно как бы стоит вообще под, мне кажется, под любыми сомнениями, обстоятельствами жизни, там, все относительно, а может это люди придумали, может это интерпретация. Но все равно эта интерпретация, если вдруг она совпадает с реальностью, то она намного интереснее, чем любые другие варианты. Все равно, даже для человека, который считает, что это интерпретация, это все равно то, что, ну, а если все интерпретация, то это то, что ты должен выбрать, потому что, ну, просто все остальное по сравнению с этим неинтересно. Все, большое спасибо. Увидимся в следующих сериях. Завтра, наверное, будет Ицхак. Может быть, буду я, но, скорее всего, Ицхак. Все, всем прекрасного утра. Bye. Желаю вам такого, зачем этот курс нужен, осмысленного такого бытия, чтобы вы понимали, почему вы, ну, то есть, на чем вы основываетесь, на чем вы базируетесь, почему вы это делаете, в чем, в чем, в чем фишка. Все, всем пока.